Окунались в освященную воду и жители областной столицы в Твери и Ордань находилась традиционно на набережной Афанасия Никитина у пристани речного вокзала, очередь которой начала выстраиваться еще за несколько часов до купаний. Православные всего мира отметили крещение Господне. В этот день принято не только пить святую воду, но и окроплять ею помещение и вещи. А некоторые также окунаются в прорубь. Крещение Господне или Богоявление – это один из древнейших и самых главных христианских праздников. Согласно поверьям, в ночь с 18 на 19 января любая вода приобретает удивительные свойства. И после ее освящения принято совершать традиционный обрет купания. Верующие ставят перед собой цель отмыться от грехов и идут к проруби, чтобы трижды окунуться с головой в холодную воду, осеняя себя крестным знамением. Купели в Твери, очередь выстроилась за несколько часов до купаний. В первую очередь стоит здесь 10 часов. Самый первый. Ребенок в самом деле не будет окунаться. Будет его окунаться, так скажем, дух. То есть я за него. Самые разные люди – мужчины и женщины, молодежь и те, кто постарше шли к Иордане. Желание окунуться в купель не отбило даже весенняя погода. Несмотря на то, что льда совсем нет, веричане толпами шли к единственной в городе Иордане. Многие жители уже не первый раз принимают участие в крещенских купаниях. Не первый раз и второй раз. Просто испытать дух, возможности. Первый раз было лет пять назад. Страшно было. Преодолел все это и нырнул. Ничего, все нормально. Я уже третий год купаюсь. Решила сначала просто попробовать, а потом понравилось. В том году хотел. Никто не поехал со мной. В этом году вот нашел товарища. Восьмой или девятый. Для здоровья, для себя, для души. У купели дежурили спасатели, которые помогали гражданам, решившим окунуться впервые. Пьяных до купания не допускали. Контролировали, чтобы никто не нырял воду в неположенном месте. Зима у нас аномально теплая. Льда нет. Поэтому требования к купелям были особые. На каждой купели, кроме сотрудников МЧС, ГИМСа, дежурят также сотрудники полиции, представители администрации, спасатели и здравоохранение. Некоторые горожане пришли в эту ночь к речному вокзалу не для того, чтобы купаться, а чтобы посмотреть на тех, кто не боится холодной воды. Все же, по статистике, ежегодно в крещенских купаниях принимает участие более 10 тысяч жителей Тверской области. Нет, конечно.